Всем привет! Выкладываю свое ежегодное видео. В этом году будем фосфатировать нож. Мору 511, новую Мору. О ней я расскажу в следующем видео или в одном из следующих видео. Года через 2, 3, может 4. Вот. Если вы помните, я фосфатировал этот нож. Он уже немного переточенный, точнее заточенный был до того, как я его взял в поход. Сейчас он немножко тупой. Но это фосфатирование оригинальное, которое я делал сколько-то там лет назад. То есть держится оно неплохо. Итак, почему я называю это фосфатированием? Потому что это реально фосфатирование. Не травление, не чернение. Хотя это можно назвать чернением, но не травление. Хотя раньше я это называл именно травлением. Думаю, название будет травление ножа в Кока-Коле или горячее травление, что-то такое. Потому что... Ну, потому что больше смотрят такие видео. С такими названиями. Фосфатирование мало кто знает. Отличие этого видео от прошлого в том, что фосфатировать я буду в горячей Кока-Коле. Во-первых, естественно, нужно зачистить клинок. Точнее, обезжирить его. Я использовал, кажется, амол. Называется эта штука. В общем, можно использовать всё, что содержит большое количество спирта. Либо ацетон, либо, я думаю, средство для снятия лака и тому подобное тоже подойдёт. Я использовал средство от горла. Настойка на травах. Итак, сделаю такую вот штучку. Чтобы подвесить нож. Нежелательно, чтобы нож доставал до стенок или до дна. Помещаем нож в наш сосуд. И закрываем. Итак, прошло около 15 минут. Посмотрим, что получилось. Как и при холодном фосфатировании, нож надо доставать периодически и промывать. Выглядит довольно неплохо. Есть небольшой такой потёк с этой стороны. Посмотрим, что это такое. То, что мы наблюдали здесь, это была небольшая капля Кока-Колы. Прошло ещё 10 минут. Итого получается 25 минут. В принципе, можно оставить и так, но я хочу попробовать подержать ещё минут 10-20. Прошло 55 минут. В принципе, сейчас уже должно закончиться фосфатирование. Вот как выглядит готовый нож. Довольно неплохой цвет, на мой взгляд. Возможно, буду покрывать либо лаком, либо краской поверх этого. Но фосфатирование, в принципе, хорошо защищает, хоть и пористое. Пройдёмся ещё раз по всем шагам. Первый – это обезжиривание, очистка клинка. Второй – разогрев Кока-Колы. Я её хорошо прокипятил, поэтому температура была изначально, естественно, 100 градусов, потом опустилась примерно до 95 при первом опускании в раствор. В дальнейшем, после первых 5 минут, обязательно достать, промыть, опустить обратно. И дальше проверять каждые 10-20 минут. У меня весь процесс занял примерно час с подготовкой. Само фосфатирование – 45 минут. Ну что ж, на этом всё. Спасибо за просмотр. Комментируйте, оценивайте. Буду рад всем вашим комментариям. Всем удачи и до скорой встречи.